Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске ОС Иннополис получила первых четырех резидентов. Казань переходит на новую систему оплаты за тепло. Минэкономразвития России утвердила первых четырех резидентов ОС Иннополис. Как сообщает РБК, это три российские компании, Национальный центр информатизации, АйТек новой технологии, Казанская ООО «Фикс» и зарегистрированная в США «Акронис». Ожидается, что предприятия займутся развитием в городе проекта центра исследований и разработок облачных систем хранения данных. Также в планах создания IT-продуктов для госвласти, отечественная облачная платформа и управление контентными услугами операторов онлайн-сервисов. Резиденты особой экономической зоны Иннополис будут освобождены от уплаты налогов в течение пяти лет с момента получения первой прибыли. В последующие пять лет налоговая ставка для них составит 5%, после 10 лет — 13,5%. Они также освобождаются от уплаты транспортного налога и имеют льготные налоговые ставки на имущество и земельный налог. А страховые взносы для резидентов составят 14% вместо 26%. Преференции играют роль, но не решающую, отметил в разговоре с РБК представитель одной из фирм. Имея льготы по налогам, появляется возможность больше средств реинвестировать в проект. Также это поможет выйти на международный рынок, отмечают специалисты. Главная приманка — сбор в одном месте высокоинтеллектуальных кадров, уверяют они. Желающие устроиться на работу в их компанию едут в Иннополис, чтобы познакомиться с интересными личностями из нового университета. Минус ОС Иннополис — отсутствие льгот на НДС, который является существенным фактором ценообразования, чувствительным для конечного потребителя, считают бизнесмены. Сейчас в Иннополисе работают международный IT-университет, студенческий спортивный комплекс и кампус, рабочий технополис имени Попова, детский садик и школа. В городе сдано несколько жилых домов. Идет строительство здания медицинского центра, пожарного депо и еще одного садика. С 1 октября Казань переходит на новую систему оплаты за тепловую энергию. Запотребленное тепло необходимо будет платить по факту потребления. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета ЖКХ столицы Искандер Гениатурин. По его словам, в настоящее время в многоквартирных домах жильцы вносят платежи за потребленное тепло равными долями в течение года. При этом зимы бывают разными. Поэтому ежегодно производится корректировка платы за потребление и объемы в поставке тепла. Дело в том, что суммы средств, собранные к июлю за употребленное зимой тепло, не покрывают фактических его затрат. Этим и обусловлен переход на новую систему оплаты за тепло, которая стартует с 1 октября, сообщил председатель комитета ЖКХ Казани. Мы рассчитываем, что, во-первых, октябрь вряд ли будет сильно холодным, и поэтому фактическая плата за отопление, мы надеемся, будет сравнительно низкой. Потом, в дальнейшем, ноябрь, декабрь, январь, февраль, уж в зимний период, оплата за отопление будет достаточно высокой, но при этом сохраняют в свое действие все социальные выплаты и льготы, которые предусмотрены на возмещение роста платы за жилищно-коммунальные услуги. У нас бюджетом предусмотрены эти меры поддержки. Ну а в дальнейшем, с наступлением теплого времени года, плата за отопление будет сведена к нулю. Жители летом за тепло платить не будут, так как это происходит, собственно, во всем мире. Это были новости экономики. До встречи!